Девушки отдыхают Если дети их нарушают, считается, что родители плохо их воспитали Ну что, все готовы? Убирайся из моего дома В тюрьме жизнь останавливается Бывших наркоманов не бывает Я живу сегодняшним днём, а там посмотрим Зачем тебе английская одежда, если... Я всегда об этом мечтала Я хочу исполнить мечту, никто мне не указ Даже я? Да, даже ты Кэти Энн Расти в семье Амиши не сладко Женщинам полагается молчать Это не по мне Это ты эгоистка, не я Ты не хочешь, чтобы я исполнила свои мечты У тебя есть мечты? Я хочу жить, как хочу и веселиться Амиши Амиши Возвращение Портрет шмакеров Панксатоне, Пенсильвания Проходите в дом Это моя мама, Мэри А это мой брат, Энди Не волнуйтесь, мы просто разговариваем Забудьте вы о камерах Сделайте глубокий вдох Эндрю, бывший Амиш Я Эндрю Шмакер, я бывший Амиш К счастью Амиши только и делают, что работают и спят Работают и спят Работают и спят С утра и до самой ночи Я был более общительным А вообще я бунтарь Было бы здорово познакомиться с красивыми англичанками В детстве мои с Эндрю были близки Он мой старший брат Он был для меня примером Ты бы сделал это, если бы знал, что тебе все сойдет с рук Наверное, да Мы с Эйбом были очень близки в детстве Все делали вместе Да, брат Эндрю и Эйб были неразлучны Они следовали друг за другом по пятам Раньше они были очень близки, но это не мешало им ссориться И спросил господь у Каина, где Авель, брат твой? И он ответил, не знаю, разве сторож я ему? Книга бытия Этот Бруклин Кто-то постучал Мы с Эйбом были близки до тех пор, пока они с Ребеккой не поженились После этого мы отдалились Какого черта ты тут делаешь? Уходи Эйб, выйди Почему твой братец здесь? Многие не знают, но еще до нашей с Ребеккой свадьбы Эндрю сидел на наркотиках Поэтому я не мог общаться с ним, как раньше Что происходит между нами? С нами Мы же братья Почему ты так себя ведешь? Даже поговорить нельзя Ты считаешь это по-братски? Да Какого черта? Пока До встречи с Ребеккой Эйб Ты не был таким Никогда Зря ты с ней связался Женившись на Ребекке, я стал все время проводить с ней И Эндрю это не нравилось Тогда наши отношения и испортились Убирайся из моего дома Чего ты хочешь? Поговорить Мне не нравился Эндрю, потому что он употреблял наркотики А раз так, пусть держится от нас подальше Он знает, что в нашей жизни ему места нет Мой дом не место для наркоманов Я хочу, чтобы мы стали братьями вновь, как раньше Почему нет? Это возможно Но ты должен меня уважать Я всегда тебя уважал Я сейчас не о себе, я говорю о моей жене Лишь тогда мы сможем поговорить Я понимаю их точку зрения Ребекка хотела, чтобы Эйб держался подальше от наркоманов И я с этим согласен Но им не стоило меня отталкивать Когда Эйб с Ребеккой переехали во Флориду Я подумал, что раз они теперь далеко от всего этого Кто это там? У меня есть шанс поговорить с Эйбом Что ты тут делаешь? Что здесь делает твой братец? Я не знаю Эндрю к тому моменту снова подсел на наркотики И Эйб решил, что с него хватит А теперь что надо? Что за дела? И я поддержала его Но обвинили во всем меня Мы же семья А мне плевать Вали Тогда я не понимал, почему Эйб ведет себя как придурок Но думаю, что причина в наркотиках Поэтому все так сложилось Многие не знают, но Эндрю подсел на наркотики Еще живя в общине Амишей Эндрю сломал ногу Перелом был очень серьезный Он был на обезболивающих А потом не смог с них слезть После перелома ноги я и попробовал наркотики С этого все и началось Тогда я впервые попал в неприятности Его часто сажали в тюрьму И для меня это всегда было облегчением Потому что в тюрьме он не мог умереть от передозировки Пускай мы и перестали ладить Я всегда этого боялся В какой-то момент мне надоело быть Амишем И я решил переехать в Лос-Анджелес Идея с поездкой в Лос-Анджелес Показалась перспективной Я думала, что вдали от друзей У Эндрю будет шанс начать Новую жизнь Это брат Эйба? Брат Эйба? Да А что ты тут делаешь? Решил посмотреть, как тут дела Эндрю заявился в дом в туфлях, рубашке, без рукавов С того дня все изменилось Началось какое-то безумие Вы готовы? Я был под кайфом, когда оторвал от рубашки рукава Я хотел им показать, что настроен серьезно Эндрю был на испытательном сроке Тогда все покатилось по наклону Погнали! Я не понимал, во что меня втянули Мне никто не говорил, что к нам в дом заявится Какой-то сумасшедший парень И будет так себя вести В Лос-Анджелесе я порой выходил за рамки Мне было очень весело, поэтому я и решил уйти от Амишей Но я все же вернулся, потому что скучал по Чеппу До Лос-Анджелеса мы были вместе уже два года Я по ней очень скучал и решил вернуться В то время мне казалось, что Чеппл и Эндрю отличная пара У обоих впереди было яркое будущее Как же я ошибался Чеппл, ты там? Эндрю? Зачем ты пришел? Все кончено Я не могу планировать жизнь с тем, на кого нельзя положиться Хорошо Мне было жаль, Эндрю Чеппл разбил ему сердце Все повторилось заново И он сел в тюрьму Потом вышел и снова сел Потом снова вышел Переедешь ко мне? Конечно А ты исправишься? Да, я изменюсь Не хочу снова в тюрьму Ты не в первый раз это говоришь Сколько раз ты уже сидел? Ну, четыре или пять раз Раз в год его сажали на один или два месяца Мне это надоело Знаю, мне тоже Что ж, посмотрим, справишься ли ты Чеппл, не Амиш Я хотела расстаться с Эндрю Но он поддержал меня в самый тяжелый момент жизни Несколько лет назад у меня нашли рак костей Он носил меня на руках, когда у меня не было сил Он вытирал рвоту, когда меня тошнило Я бы вряд ли выжила без Эндрю Я не раз хотела опустить руки Но он не позволял Было тяжело Чеппл пыталась меня оттолкнуть Я ее любил и не собирался уходить Эндрю было очень жаль Чеппл И это придало ему сил Он повзрослел Почувствовал себя Нужным И я сделаю Чеппл предложение Что? Далее В церкви нам велели вернуться И запретили приходить на свадьбу Мы надеемся, что вы передумаете Мы не придем на свадьбу С меня хватит Амише Возвращение Портрет Шмакеров Не так сильно Полегче Было бы здорово, если бы ты вернулся Какие у тебя планы? Я знаю, ты встречаешься с Чеппл Я этого не одобряю Если ты будешь с ней, домой уже никогда не вернешься А мы бы этого не хотели Я знала, Эндрю совершает ошибку Но если бы я запретила ему встречаться с Чеппл Он мог вполне найти кого-нибудь похуже Мне 27, я вправе решать сам Не похоже, что ты можешь что-то решать Сколько раз ты в тюрьме сидел? Неважно Тебя снова посадят, если... Не она в этом виновата Виноват только я Но ваши отношения сыграли свою роль Если бы ты жил по нашим правилам И слушался бы нас Этого бы никогда не случилось Не знаю, чем в итоге все это закончится Теперь я знаю, что это было ошибочное решение Но тогда мне казалось, что Эндрю нужен человек Который позаботится о нем Так же, как Ребекка заботилась обо мне Ну, в общем, я сделаю Чеппл предложением Что, прости? Как бы получше выразиться Я желал ему только лучшего И мне жаль, что все обернулось вот так Я же говорила, она тебе не пара Я хочу этого Ты не будешь счастлив Буду, и мне все равно, что вы говорите Я женюсь на ней Не хотите меня поддержать? Не лезьте тогда в мою жизнь Очень напряженная ситуация Я не хотела, чтобы Энди женился на Чеппл Но он меня не слушал Меня не волновало, кто она и откуда Мальчиками особо не покомандуешь За два дня до свадьбы Он взволнован? Взволнован? Не совсем то слово Волнуешься? Нет Да, волнуется Энди, я хотела сказать, что нам разрешат вернуться в церковь Поэтому запретили приходить на свадьбу Все были в шоке Мы не знали, что и думать Да не может быть Мэри Что? Мы хотим, чтобы вы отпраздновали свадьбу с нами И мы надеемся, что вы придете Я знаю Мы не придем на свадьбу С меня хватит Я очень расстроился Ужасно Нет Постой Нет Идем Мне не хотелось огорчать Энди новостью о том, что я не приду на свадьбу Но я надеялась, что он надумается и все отменит Но не вышло Мы с Честером пришли на свадьбу Власти данной мне Богом и штатом Пенсильвания, я объявляю вас мужем и женой Можете поцеловаться Пожалуйста, поприветствуйте аплодисментами мистера и миссис Эндрюш Макер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло? Алло! Предоплаченный звонок из тюрьмы округа Джефферсон Чтобы принять вызов, нажмите ноль ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я загремел Я такого не ожидал Эндрю только женился, как снова подсел на наркотики и оказался в тюрьме Этого я никак не ожидал И вот тогда я подумал, что он уже никогда не изменится Что я должна сказать твоей маме? Я боюсь сообщать ей новости о том, что ты в тюрьме Она же возненавидит меня и во всем обвинит Меня злило, что Эндрю посадили, а Чеппел нет Они оба были в этом замешаны Оба! Чеппел не виновата, что меня посадили Это моя вина Я сам выбрал наркотики Меня никто не колол, я сам это сделал Жестко, но справедливо Он восемь месяцев провел в тюрьме И я ни разу не пришел его навестить Питтсбург, Пенсильвания Хоть погода хорошая, дождя нет Да Да Отношения стали налаживаться, когда он жил в Центре социальной адаптации в Питтсбурге Мы с мамой к нему приезжали Не знаю, что он скажет Да, я тоже В глубине души я всегда боюсь, что Эндрю возьмется за старое Наверное, мне уже не отделаться от этой мысли Привет Привет Говорят, бывших наркоманов не бывает Надеюсь, это неправда А вот и меню Спасибо Спасибо Мне следовало просто сесть в тюрьму Тогда бы не пришлось все это переживать Тебе не нравится их программа? Это самая бессмысленная программа в моей жизни В тот день я поняла, что Эндрю мучился от безысходности Он то и дело жаловался, а это на него не похоже Меня все время мучает ломка Я снова уколюсь Мне нужно выйти Когда Эндрю сказал, что он может достать наркотики, когда ему вздумается Я промолчал и вышел Думаю, до него наконец начало доходить, что он причиняет боль не только себе, но и всей семье Это кошмар Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения сидящих во тьме из темницы Книга пророка Исаии Ты слышал, что случилось с Чеппел? Нет, а в чем дело? Ее арестовали За что? За наркотики Условно осужденная Чеппел Пис в управлении по УДО Панксатони пыталась выдать чужие анализы за свои Мне нечего было сказать Меня посадили за то же самое, поэтому я не мог ни в чем ее обвинять Я живу сегодняшним днем, а там уже посмотрим Мне надо вылечиться Это самое главное Когда я думал лишь о том, чтобы бросить, быть чистым Но мы с Чеппел были женаты Мы пытались бросить, встать на ноги Зато теперь мы оба не употребляем Эндрю молодец, он бросил наркотики, нашел работу У него все хорошо Далее Думаю, я чувствовала себя словно в ловушке Она хочет поехать с нами Да, хочу Вести с собой несовершеннолетнюю Я не хотела брать на себя такую ответственность На Рождество многие шлют открытки А я – баллонскую колбасу Кто может отказаться от такого? Я могу Кейти Энн, бывший Амиш Я Кейти Энн Шмакер Младшая сестра Эб и Энди Бывший Амиш Живу в Панксатоне Верховой езде я научилась в детстве Лошади – мои лучшие друзья Я мечтала о скачках вокруг бочек Мне это нравится Я люблю лошади и скорость Это здорово Но Амишам нельзя Нельзя этим заниматься Живя в общине Амишей Я шла наперекор правилам Я не наводила порядок Не стирала Не хотела сидеть дома Дома я чувствовала себя как в ловушке Когда Эйп уехал в Нью-Йорк Мне тоже захотелось уехать Я хотела узнать, каково это Жить вне дома Эйп, тебе не следует приходить в английской одежде Мы же Амиши Концепт о концов Я отныне не Амиш Я обрадовалась, когда Эйп сказал, что собирается уехать во Флориду Я думала, что было бы неплохо уехать с Эйбом и Ребеккой Все сложило? Почти, а что? Я привел кое-кого Кого? Она хочет поехать с нами Ты хочешь с нами, так? Да, хочу Думаешь, ты готова? Да Я страдаю от повышенной тревожности Вести с собой несовершеннолетнюю Я не хотела брать на себя такую ответственность Она должна сидеть дома Она готова Мы поедем Кейтен поедет с нами Я не знал, как Ребекка отреагирует на это Все думали, она останется дома Я тоже так думал Но она моя младшая сестра И мы с Ребеккой пытались помочь ей начать новую жизнь Сарасота, Флорида Нам нужны ковбойские шляпы Да, ты прав, конечно Зайдем туда Смотри Боже мой Неплохо Тебе надо? Хочешь шляпу? Кейтен стояла, не зная, что ей делать И я пыталась дать ей понять, что рядом есть люди, готовые ей помочь и дать совет Ты можешь снять чепчик? И распустить волосы? Да Правда? Я была рада оказаться рядом Столь важный для нее момент Когда я вытащила заколки, распустила волосы Голове стало намного легче После этого для меня все изменилось Стоя перед зеркалом, я спрашивала себя Неужели я теперь буду выглядеть вот так? Я знала, что должна на это решиться Обновим твой гардероб Кейтен нужна одежда У нее есть одежда Нет Зачем ты принуждаешь ее? Она ни к чему меня не принуждает, мама Но зачем? Я сама этого хочу Зачем тебе английская одежда? Потому что я об этом мечтала всегда Я хочу исполнить свою мечту, и никто мне не указ Даже я? Да, даже ты Я твоя мать Верно Кейтен? Никакого спиртного Это касается всех, кроме меня Я знаю своих детей Нельзя указывать им, что делать, потому что они сделают наоборот Мы пошли в магазин за купальниками Что скажешь? Маловат Маме не нравилось видеть меня в купальнике Ей казалось, что они все слишком откровенные В твоем возрасте я такое не носила И зря Глядя на Кэти Энн, я вспомнила себя в 17 лет Я была бунтаркой и многое себе позволяло, но так и не примерила купальник Можешь пойти в этом? Мы с мамой впервые в жизни пришли на пляж Мне очень понравилось Чувствовать песок под ногами, это так здорово Мама была рада, что мне весело Она хотела убедиться, что я этого хочу Кэти Энн, боже мой Неужели это ты? Это я О, боже Я не удивился, что мама поддержала Кэти Энн Я же ушел из общины Если она поддержала меня, то поддержит всех своих детей Я рада, что ты приехала со мной И ты меня поддерживаешь, помогаешь во всем Спасибо тебе, мама Амиши не проявляют чувства Но это был особенный момент Панксатоне, Пенсильвания Вернувшись из Флориды, я решила, что буду одеваться как раньше Пока не подыщу себе квартиру Так никто не узнает о моих планах Уходя от Амиши, нужно было оставить все и всех На это непросто решиться Быстрее, Кэти Энн Кэти Энн и сама признает, что она мамина дочка Не успела я оглянуться, как она вернулась домой Пора научиться резать курицу Я не прикоснусь к этой курице Когда еще ты научишься резать курицу, если не сейчас? Когда-нибудь Когда я вернулась, родители решили, что я должна выйти замуж, завести детей Но у меня-то другие планы Всем Амишам тяжело уходить из дома, потому что они не хотят причинить боль родителям И, наверное, поэтому Кэти Энн осталась у Амишей Ей было нелегко Кэти Энн, мы хотим показать тебе кое-что Он передавался в нашей семье Из поколения в поколение Теперь Он твой Это традиционный сундук Амиши из Кедра Он перейдет к Эти Энн после свадьбы Хватит давить на меня со своей свадьбой Было бы неплохо найти мужа В тот момент мне захотелось вскочить и убежать, потому что не об этом я хотела говорить с родителями Хватит на меня давить, я не хочу выходить замуж сейчас Если не будешь улыбаться, никогда не выйдешь замуж Мне было жаль, что Кэти Энн вернулась к Амиши Я знал, что такая жизнь не для нее и решил ей помочь Не знаю, чего ожидать и вообще, что говорить Просто повеселись, общайся с людьми А ты знакомишься там с девушками? Шутишь? Постоянно Я подумал, что взять Кэти Энн на вечеринку – неплохая идея Я хотел, чтобы она развлеклась Этим и должны заниматься девушки в ее возрасте Не сидеть же дома в чепочке Я чувствовала себя не в своей тарелке Ладно, я пошел Я решил присоединиться, чтобы Кэти Энн не стояла в сторонке Вместо того, чтобы веселиться Поговори с парнями Но я же их не знаю Вот и познакомишься Вон тот парень на тебя смотрит Ты думаешь? Да Поговори с ним И что сказать? Скажи, что ему идет рубашка Ну уже не стесняйся Иди Мне нравится твоя рубашка Спасибо Я даже рада, что Джеремайя убедил меня заговорить с тем парнем Это что-то новенькое Раньше я не знакомилась с мальчиками Красивое пальто Спасибо Я помог Кэти Энн решиться, сказав ей то, что другие Амиши никогда не скажут Я посоветовал ей следовать зову своего сердца Я не хотела чувствовать себя запертой в клетке И ушла от Амишей Я знал, что Кэти Энн хотела снова окунуться в английскую жизнь Мне нельзя водить машину Мама не одобрит, если узнает И я помог Кэти Энн Класс Тебе нравится, Кейла? Красиво Да Красиво Кэти Энн осознала, что не обязана всю жизнь И оставаться Амишем Кэти Энн стала англичанкой Привет Вы знаете, зачем я пришла? Полегче с ней Мама, всё нормально Дети взрослеют и уезжают из дома Я уверена, что Ребекка и Эйп уговорили Кэти Энн Она колебалась и не могла решить, стоит ли ей уезжать Я хотела убедиться, что она точно этого хочет Я пришла, чтобы сказать тебе, что я поддержу тебя Пусть меня это и не радует Я чувствовала себя виноватой, что ушла от Амишей и бросила маму Я не хотела тебя обидеть Я ушла, потому что хочу этого И всегда хотела начать новую жизнь Я поддержу Кэти Энн Пусть она и разбила мне сердце, я всегда ей помогу Я люблю тебя, мама И я тебя люблю Дети естественные подражатели Они ведут себя как мама и папа, несмотря на все усилия родителей И научить их хорошим манерам Пословица Амишей Нью-Йорк Сабрину попросили произнести речь в университете И мы решили поехать и пожить у Кэйт Кэйт, у меня есть одно дело, не съездишь со мной Конечно, куда? Это секрет И совсем неподозрительно Что мы тут делаем? Приедет Эстер, моя дочь Серьезно? Привет Привет, Эстер Я позвала Эстер, когда мы были в Нью-Йорке Мне нужна была помощь, а Эстер всегда мне во всем помогала Расти в семье Амишей не сладко У них слишком много правил Нужно следить за тем, что делаешь, куда ходишь Женщинам-Амишам полагается молчать, но это не по мне Эстер очень похожа на меня Если она что-то решила, она обязательно это сделает Эстер ничего не боится, она любит помогать всем Смотрите, кого мы нашли Вы где-то нашли Эстер? Я обрадовался приезду Эстер в Нью-Йорк Она могла своими глазами увидеть, чем занимается ее брат Да и все мы Вы будто ей не рады Вы же ее игнорируете Она только приехала Неправда Мы не игнорируем Так обнимите ее Это не его дело, почему я не был рад, Эстер Ребекка, ты ей рада? Оставь меня в покое Было видно, что Ребекка недолюбливает Эстер, но меня это не удивило Ребекка умеет наказывать тех, в ком видит какую-то угрозу Я лишь пытаюсь понять, потому что засунь твое мнение куда подальше Далее Ты всю жизнь была эгоисткой Это ты эгоистка, а не я Ты не хочешь, чтобы я исполнила свои мечты А у тебя есть мечты? Я не жалею, что сказала это Может, пойдете прогуляйтесь? Оставь меня в покое Я лишь пытаюсь понять, потому что... Засунь свое мнение куда подальше С меня хватит, все, я ухожу Спасибо Я удивилась, увидев в Нью-Йорке Эстер Она следовала за нами по пятам Ведет себя просто как ребенок Почему вы не ладите? Мы не ладим, потому что Ребекке не нравится, что я приехала сюда Она может длиться сколько угодно Мне все равно Это моя жизнь И я буду делать все, что захочу Я люблю маму, но она избаловала мою младшую сестру Эстер Еще когда та была маленькой Не моя вина, что Эстер такая избалованная Это ее братья и сестры постарались Ее невозможно было наказывать Стоило мне поставить ее в угол, как они тут же начинали носить ей еду Потому что очень жалели сестренку Я гладила эту ткань Она мне понравилась Хочу такое платье Платье Анишей? Нет Я подумала, что уйти из общины Вы об этом знали, Мэри? Я подозревала, но надеялась, что не услышу эти слова Я не хотела, чтобы Эстер уезжала В 17 лет я ничего не знала о жизни И я хотела, чтобы она поняла, что ее ждет, если она уйдет от Анишей Пока не увидишь остальной мир, будешь одеваться так же Я надеялась, что, увидев Нью-Йорк, Эстер испугается и передумает Идешь? С ума сойти! Уход от Анишей и жизни в мире англичан – это большой шаг Эти два мира, как день и ночь Потрясающе Я очень боялась за Эстер Она была совсем ребенком, и я не хотела ее потерять Все это невероятно Я хотела, чтобы Эстер познакомилась с миром англичан поближе И разрешила ей сделать маникюр, или как это называется У Анишей это запрещено Вы никогда не ухаживали за ногтями? Никогда Сегодня вообще впервые в жизни Мне казалось странным, что кто-то делает мне маникюр Но это такое приятное чувство Увидев мир англичан, Эстер перестала бояться Ребекку Я хотела поговорить с тобой Я тебя слушаю Мне все равно, что она сестра Эйба Я не хотела с ней разговаривать Слушай, хочу жить своей жизнью и веселиться Ты типичный подросток с подростковыми проблемами И именно так ты говоришь с мамой Чтобы ты знала, моя мама для меня Все на этом свете Она дает тебе все, что ты хочешь Ты ее просто не уважаешь Если бы я не уважала ее, я бы не приехала в Нью-Йорк, чтобы ей помочь Да ты приехала сюда ради себя, и ты это знаешь Нет! Да, я приехала ради мамы Меня учили вести себя цивилизованно Нравятся тебе эти люди или нет Так у Амишей принято И это обидело Эстер Ты всю жизнь была эгоисткой Это ты эгоистка, а не я Ты не хочешь, чтобы я исполнила свои мечты А у тебя есть мечты? Эстер Я не знал, почему они ссорятся Но я вывел Эстер из комнаты ради них обеих Эстер Признаю Я не хотела видеть ее в Нью-Йорке Идем Вы не пожалели об этом? Нет А что я такого сказала? Меня в этом упрекают, но я ни о чем не жалею Может, пойдете прогуляйтесь? Нью-Йорк Мне не понравилось, как Ребекка ведет себя с тобой Да Да не имеет значения, что ты говоришь или делаешь Она просто в ярости У Ребекки на все свое мнение Она говорит все, что думает И после той ссоры с Эстер Я больше не могла молчать Мне все это надоело Знаешь что? Мне кажется, она не понимает, как сильно меня задели ее слова Да она всегда делает то, что хочет Стерва Не слушай ее Ты сильная женщина, Эстер Она тебя боится Они с Эбом видят в тебе угрозу И поэтому не рады твоему приезду Тебе стоит гордиться этим В этом твоя сила Это многое тебе говорит Подумай об этом Мне было очень жаль ее Она всего лишь хотела развлечься Хорошо провести время Посмотреть мир Не думаю, что за это ее нужно наказывать Она не заслуживает этого Неважно, поддержит тебя Ребекка или нет Я тебя всегда поддержу Ты можешь делать все, что захочешь Это твоя жизнь Слово твое, светильник ноге моей И свет стезе моей Псалтырь Ланкастер, Пенсильвания Как самочувствие? Лучше Я попала в аварию У Эстер были водительские права Она как раз их получила И возвращалась домой Перед ней Выезжала машина Обе машины не подлежат ремонту Меня и Кэтиэн отправили в Питтсбург Врачи опасались, что у нас Внутреннее кровотечение Я очень испугался Кэтиэн ударилась головой И обеих их увезли в Питтсбург Обычно это означает, что все плохо Мы приехали к ним в больницу, а через два дня Их выписали Если бы ты ехала в повозке, этого бы не случилось Эстер только начала водить и не привыкла смотреть по сторонам, чтобы видеть, кто откуда выезжает Думаю, если бы за рулем сидела Кэтиэн, аварии бы не случилось У нее опыта-то побольше Возможно, судьба пытается сказать тебе, что Не следует садиться за руль и лучше остаться дома Я хочу делать то, что делали все мои родные Мне уже 18 Если я уйду, меня никто не остановит К тому моменту ушли Энди, я и Кэти Мне кажется, Эстер захотела уйти, чтобы последовать за нами Ведь из дома ушла почти вся ее семья Вы говорили, что Эстер очень похожа на вас Ну, так было раньше Но у нее такой бардак в голове Кэтиэн вернулась домой, но она не амиш Она англичанка Сейчас я живу с родителями И я не амиш Я готовлюсь к экзаменам и помогаю маме с продажей посуды Эндрю нашел хорошую работу Он не употребляет Я не потакал ему, и он признал, что в итоге это помогло ему исправиться Он приезжает навестить маму, и мы вместе проводим время Общаемся Мы одна семья Я благодарен маме за то, что она не отвернулась от нас, когда мы уехали А лучше маме и мечтать нельзя Я не понимала, почему все дети решили уйти от меня, что я сделала не так Почему никто не хочет остаться Но со временем я поняла, они по-прежнему мои дети Не важно, во что они одеты и что делают, я от них не отвернусь Я люблю тебя Семья всегда остается семьей КОНЕЦ КОНЕЦ